Всем привет, добро пожаловать. С нами Катя Бутырская, она же Катя Огонек. Это значит, что у нас сегодня тестовое собеседование. Наша жертва сейчас нам представится сам. Мы поговорим про традиционный немножко софтов и немножко хардов. Поехали. Катя, тебе слово традиционно. Да, всем привет. Привет, Максим. Рада, что ты с нами. Скажи, пожалуйста, смотрю на твое резюме и хочется узнать побольше про тебя, потому что последнее долгое время ты работал на одном месте. Потом произошла такая резкая смена фокуса. Вот расскажи немножечко, что тебя в этом плане мотивирует и почему, собственно, ты выбрал такой путь. Да, хорошо, я понял вопрос. Здравствуйте, привет, Андрей. Привет, Катя, еще раз. Да, я долгое время работал на большом предприятии, но все время со школы, с института работая на данном предприятии. У меня как бы программирование как хобби шло, оно всегда рядом со мной было и всегда пользовался для облегчения каких-то задач, для автоматизации задач, ну, там много разного. Под рукой всегда у меня был ВБА, тот же, ну, Visual Basic for Application, который всегда под рукой, то есть среда разработки в том же Excel, она всегда есть, да, то есть можно что-то сделать. Много чем также занимался, как ради хобби. Ну, а тут в один прекрасный момент и друзья, и сами говорят, а что тебе хобби не основной работой? Тебе это нравится? Нравится. Ну, а почему бы не заниматься тем, что нравится на самом деле? Разработкой там, ну, я подумал, а действительно, а почему бы и нет? И решил смотреть в сторону курсов, что-то посерьезнее изучить, так как у меня такого определенно профильного образования нету, чтобы именно по разработке, да, там что-то такое. Начал смотреть в сторону курсов, начал смотреть в сторону языков. Python решил попробовать, понравился язык. Интересно, он достаточно понятный, много фреймворков, много чего можно подключить, много что можно на нем сделать, ну, и, соответственно, начал смотреть в эту сторону. До этого, году, наверное, в 2015-м, щупал CMS-ки разные и PHP. Оттуда немножко вот было понимание структуры вот этой фронт-эндовской, бэк-эндовской структуры. И там мне как-то больше зашел бэк-энд, и Python как бы с тем же Django-фласками, да, очень хорошо туда заходит, поэтому решил заняться именно Python. Вот, поступил на курсы, вот сейчас уже заканчиваю, остался дипломный проект немножко доделать, как бы основное все прошел, и изучая, ну, решил, что это вот хороший, интересный путь, в котором можно найти себя вот в дальнейшей жизни. Отлично, спасибо за подробный ответ, по-другому рассказ. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что курсы ты совмещал с основной работой все время? Да, совершенно верно. Как удавалось это делать, с какими, не знаю, методиками ты пользовался, считаешь ли ты, что у тебя получается? Ну, получается, да, во-первых. Во-вторых, у меня график работы день и ночь 48. Он позволяет иметь определенное время, свободное, да, плюс к тому же я с собой на работу всегда ноутбук брал, и я работаю как бригадиром, ну, тем лидом, грубо говоря, по-программерски, да, то есть у меня команда, моя задача там раздать людям задания, а дальше контролировать их выполнение. У меня как раз есть время определенное, когда я могу позаниматься своими делами. Ну, соответственно, вместо ютубчиков, кинчиков я вот занимался практиком, поэтому оттуда у меня время и было. А что было самым сложным за период обучения? Было всегда все интересно. Самое сложное было в феврале, когда мы АПИ проходили, там меня накрыл коронавирус. И вот даже не обучение, а именно вот болезнь, наложившаяся на обучение, очень тяжело давалось в понимании. То есть голова шумела, гудела, и тяжело потом наверстывать было вот это понимание. Хорошо. А ты в своих качествах пишешь, что ты достигаешь поставленной цели, да, как одной из твоих качеств. Можешь привести примеры? Да, конечно. Это у нас предприятие металлургическое, конечно, как нереволюантный опыт, конечно, рассказывают. Но там обязательные условия выполнения производственных графиков и так далее. То есть нет такого, что можно вот так вот махнуть. Да, нет, нет, надо все обязательно закончить, надо все обязательно сделать. Это первое, нерелевантное. Более релевантное, если как-то сажусь, что-то, какую-то фишечку сделать, написать в программке, что-то. Пока вот она не заработает, у меня свербит и газит, и я не могу никак успокоиться. Вот обязательно мне нужно сделать задуманный какой-то функционал или какую-то фишечку. И пока не сделаю все, я не могу вплоть до того от компьютера оторваться там и так далее. Хорошо. Но я так понимаю, что курсы ты заканчиваешь, да? Какие планы на будущее, какие-то перспективы ты для себя рисуешь? Да, курсы заканчиваю, сейчас немножечко осталось. Планы у меня такие. Там на HeadHunter резюме лежит, посматриваю знакомых, разговариваю. Хочется кардинально, конечно, сменить предыдущее место работы и заняться разработкой. Потому что душа к этому лежит, как я говорил. Это мне интересно. Курсы пройдены, не отпугнули, наоборот, только усилили интерес. Проблема в том, что я, конечно, живу в таком достаточно провинциальном городе. Не самом маленьком, конечно, но все же. И в городе нет таких предприятий, конторку, говоря, в которой можно устроиться было бы напрямую в офис, да? Поэтому приходится смотреть в основном удаленку. Ну, хотя готов к какой-то релокации определенной. Ну, то есть у нас поблизости Воронеж, там Курск есть и так далее. То есть побольше города. И вот смотрю, либо офис где-то в более крупных городах, либо удаленку. Вот у меня такой университет. Хорошо. Мне интересно, еще одно из качеств, которые ты описал, свое личное, это то, что ты хорошо вливаешься в коллектив. Я бы хотела попросить рассказать пример на командном проекте, который был у вас в процессе курса. Понял, хорошо. Да, у нас коллектив сложился очень интересный. Парень из Ростова и из Уфы. У меня коллеги были на коллективном проекте. Тут же создали общие группы, тут же общались. То есть поначалу, понятное дело, по проекту, а потом достаточно хорошо сдружились. У нас до сих пор канал в WhatsApp действует. Каждый день мы переписываемся. Там уже чуть ли не братан-братан друг друга называем. Сошлись очень близко, хорошо. Соответственно, обращаемся друг к другу за помощью. Вчера я сидел с одним из них и говорю, накидывай мне какие-нибудь вопросы, я буду отвечать. Ну, так, немножко потренироваться. Он, пожалуйста, потом второй из них подключился. Вот с ними вообще сошлись. Не знаю, как еще рассказывать. Очень близко хорошо сошлись с ребятами. Расскажи, пожалуйста, как вы распределяли задачи и время на выполнение задач? Ну, мы как-то жестко по времени не ставились. Я на себя взял написание модели юзеров абстрактной. Потому что ребятам, чтобы запуститься в проект, нужны были модельки готовые от меня, сделанные. Далее поговорили. Один из них говорит, я возьмусь вот за вот эту часть работы. То есть у нас темплей такового номинально не было. Мы работали параллельно в одной вот упряжечке, без каких-то перетаскиваний туда-сюда ровенько. И, соответственно, у нас были созвоны два-три раза за день, как можем. И общались, кому какая помощь нужна, кто что сделал, кому что-то нужно подогнать и так далее. Отдали одному из ребят полностью управление ГИТОМ, ну да, чтобы он делал мерджи, выкладывал. Ну и как-то даже прям не сильно договариваюсь. Так вот ежедневно каждую свою часть тянул-тянул. И в итоге нормально. Мы пришли примерно в одно время к окончанию этого финального задания. Ну, если я так понимаю, вы выбрали матричную структуру, да, без управления, без иерархии. Окей, хорошо. Еще меня интересует момент. Допустим, если у тебя получается достигнуть своей цели, ты меняешь свою деятельность, ты переходишь в новую компанию, что для тебя будет показателем того, что ты хороший разработчик? Я думаю, что это будет оценивать тот же Team Lead, я не знаю. Показателем будет то, что мои какие-то нововведения, что я как-то написал, включаются в проекты, что не только там по мелочи что-то дают делать там, ну, дособирать такую там джуновскую работу, да, а начинают мне предлагать уже сделать более серьезные фишечки, там, более серьезные введения в проекты и так далее. Это будет сразу показателем, что ценят уже код, ценят, наверное, то, что я делаю. Ну, то есть, как я сказал, повторюсь, то, что дают мне уже именно вкладываться в продукт. И еще один тогда момент. В процессе учебы в проектах, когда ты совершал, допустим, какую-то ошибку и сам потом ее находил, как обычно ты действуешь дальше? Ну, как бы я просто не до конца понял вопрос. Совершил какую-то ошибку, сижу, лопачу, лопачу, нашел лак, а вот здесь у меня такой-то затык, да? Ну, замечательно. Это, конечно, приятное ощущение, когда всегда находишь ошибку, особенно сам, особенно когда никто... Я думаю, это как, не знаю, на велосипеде что ли кататься, если ты наткнулся, сам это сделал. Это, скорее всего, запомнится как минимум очень надолго, если не на всю жизнь. Опыт такой, который зря не пройдет, это точно. Хорошо, все, спасибо. На этом мою часть можем завершать. Андрей, передаю тебе слово, включаю камеру и жду вашего окончания. Отлично. Ладно, смотри, какая штука, да? Я посмотрел твой гид, обратил внимание, что там есть некоторые проекты. Сейчас я сделаю настроечку так, чтобы... Это самое не было видно. Ага, вот так хорошо. Вот, посмотрел твой гид, с твоего позволения, давай про твои проекты поговорим. Я, наверное, попробую расшарить экран. Мы с тобой поговорим о некоторых моментах в коде. будь готов взять и показать, как это работает, примеривать. А я думаю, что где-то на компьютере это все есть, чтобы можно было это все развернуть. Вот, сейчас я расшарю экран. Где-то тут у нас... Ага, так видно? Да, да, значит. Прекрасно. Узнаешь твой гид? Ну, смотри. В общем-то, я примерно представляю, какие стандартные проекты делают Яндекс.Практику. Мне так уж вышло. Поэтому мы поговорим не про них, а про что-то другое. Да, то есть вот внушает интерес YouTube with User Rating. Что это такое? Зачем это? Как это ты придумал? Как ты дошел до жизни такой? При разработке стандартного сообщества YouTube что-то допиливалось, что-то делалось. И один из моих знакомых говорит, а почему бы тебе не сделать рейтинг пользователя? А я подумал, ну, действительно, очень интересный экспириент будет на будущее. По крайней мере, для себя что-то новое сделать. Ну, соответственно, сказано, сделано. Сел воплощать в жизнь. Если не секрет, почему на двойке? 2.2 – это уже немножко устаревший вариант. Имеется в виду на Джанге 2.2, да? Да. Ну, так как у нас практикум 2.2 рекомендует к использованию рекомендовал, вот я на нем работал. То есть если на будущее что-то рефакторить, то почему бы и нет, можно будет перейти на более... Окей. Так, вопрос такой вот. Я посмотрел историю коммитов. Ты вывалил все одним коммитом. То есть ты прямо вот разрабатывал у себя, у себя и просто взял и пульнул. Ну, да, предыдущие коммиты были по этому проекту касаемо стандартного задания практикума. То есть все коммиты там. А вот это я уже себе забрал полностью, локально сделал. И гид у меня как хранилище данных получился. А как вообще можешь рассказать примерно, как ты обычно используешь гид? То есть как ты делаешь коммит, как ты понимаешь, что пришло время сделать коммит? Понял вопрос. Хорошо. Когда начинаю работать, я всегда делаю скелет на гиде, чтобы там уже у меня было какое-то местечко, комнатка для этой разработки. Далее начинаю работать локально. И вот понимаю, что либо какое-то время у меня вышло, либо скорее бывает то, что я знаю, что какой-то функционал сделал, например, что-то добавил, какой-то кусочек кода или что-то функциональное. Соответственно, я тут же делаю коммит, чтобы это все уже сохранилось, никуда у меня не делать, чтобы на гиде лежало. Ну, либо второе, заканчивая, грубо говоря, там рабочий день, да, что-то доделал, пометил себе в записочках, что мне нужно доделать далее там что-то. И, соответственно, делаю коммит, чтобы, мало ли, не всегда ноутбук под рукой я могу где-то и в другом месте взять с гиде и поработать. Слушай, а когда вы работали в команде, у вас были конфликты в версиях? Вы же там, наверное, веточки делали, да? Да, у нас были веточки, да, были конфликты версий, ну, исправлялись, соответственно, мерджились, ничего страшного. Ладно, хорошо. Так, ну, я так понимаю, что отличие от обычного стандартного проекта это вот в этой модели рейтинг, да, и в классе сетрейтинг тоже, правильно? Да, 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 здесь класс рейтинг – это модель, в которой рейтинг хранится, да, и сетрейтинг – это у меня… Ну, немножко по-другому, конечно, надо было сделать, да, но… А как? Надо было привязываться через 4NK, конечно, к моделям юзеров. Вот. Ну, я этот проект делал раньше, чем был у нас в руковой проект. Я поэтому и взялся за юзеров, чтобы более глубоко вникнуть в этот вопрос. Вот. Ну, как вот это должно работать, в твоем понимании? Вот здесь. Как правильно, да, как я говорил, то есть… Здесь не просто там модель с Childfield, а нужно через 4NK забирать из модельки юзеров. И здесь еще мне не хватает меты, которые UniqueTugese надо, конечно, было написать. Это тоже упущение. Констрейт имеешь в виду? Да, да, да. Да, 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 да. То есть я так понимаю, что ты хочешь автор и юзер сделать 4NK на них, да, и дополнительно навесить некоторые integer-филд в виде рейтинга, которое бы просто показывалось людям. Правильно я понимаю? Да, все верно. Да. Окей. Здесь можно… Единственное, ограничение в сайт-рейтинге, я же говорю, повторюсь, что мне надо было мету сделать для ограничения, чтобы только один юзер, только одному пользователю, да, мог вставить. Ну, в принципе, сейчас тоже вроде не может. Ну, я думаю, так правильнее было бы. Согласен с тобой. Давай посмотрим. У тебя вся бизнес-логика живет во вьюхах, я так понимаю, да? То есть запросы, вот это все. А как еще можно? Да, можно с вьюхи сделать дополнительные там файлы расположиться, в которых какие-то определенные тонко заточенные моменты расписывать, ну, в отдельных модулях, да, потом их во вьюху просто подключать и использовать по необходимости. У меня вот в проекте, там, QR-пас есть такой, да, я там посылаю сообщение через Telegram, ну, как логи, и оно у меня, соответственно, в отдельном вынесено, чтобы я просто обращался к одной там строчке, как послать сообщение и все. Я так понимаю, что вот это вот изменение рейтинга у тебя отвечает вот это вот вьюхо, да? Или это у тебя какая-то просто, просто какая-то, просто какая-то, вот просто функция, да? Или как? Или это вьюхо? Ну, это у меня рейтинг, это функция, получается. У меня в URL-ах прописаны там инкриминация рейтинга и декриминация, да, то есть это в URL-ах надо глянуть. В URL-ах? Угу. Это здесь? Да-да-да-да-да, здесь должно быть. У нас не животные, рейтинг инкриминируется, рейтинг декриминируется в последние две строчки. То есть он добавляется или убавляется? Да, соответственно, все верно. А почему так? Нельзя было просто там отрицательное хранить число. Ну, наверное, да, есть здесь куда двигаться, есть где под рефакторить, покрасивее сделать, согласен абсолютно. Угу. Следующий вопрос. Почему не закрываешь здесь вот послышание обратное? Угу. Не намеренно косяк, скажу так, да, действительно, есть такое. Хорошо. А почему работает, хотя не закрыл? Вот если мы сейчас запустим твой проект, я почти уверен, что оно возьмет, и Django возьмет, ну, если ты запрашиваешь вот это без слыша, оно возьмет и добавит туда слышь, и все отработает как надо. Почему? Ну, там, скорее всего, потому что, наверное, в пути, ну, в этом, вы помните, дальше ничего нету. И Django все-таки достаточно продвинутый фреймворк, чтобы немножко понимать, что я, наверное, не доделал. Окей. А за счет чего она понимает? Есть мнение? Она же не просто магическим образом это делает, там есть какая-то, какой-то метод, функция, где она живет хотя бы, знаешь? Вообще, натянуть время затрудняюсь сейчас ответить. Ну, ладно, хорошо. Смотри, я вижу, что в конвертерах ты используешь вот STR. Зачем? Она же и так по умолчанию как бы приводится к строчке. Ну, да, конвертер больше. Да. Неправильно, конечно, скажу. Это неправильный будет ответ. Тут больше понималось, скорее, как аннотация типа. Ну, можно отдаленно, конечно, это сказать, что это какая-то вот аннотация. Но вот если писал STR, то, наверное, логика какая-то должна быть. Я не говорю, что это неправильно. Я спрашиваю, почему, обратив внимание. Зачем? Зачем писать STR, когда можно без него? Ну, согласен. Да, ну, я, наверное, все-таки повторюсь, как я это больше понимал, как аннотацию. Вот поэтому, наверное, здесь. Окей. Ладно, хорошо. Так, ну, на самом деле, если говорить про... То почему у тебя достраиваются вот эти вот... Слыши. У тебя вот в настроечках, в сеттингах, есть такая вот штуковина здесь. Content Types, насколько я помню, да. Вот, Contrib Content Types. И вот как раз там есть одна из приблуд, которая позволяет достраивать вот эти вот адреса. Вот. Ну, давай немножко поговорим про настройки. Вот Middleware. Я тут вижу кучу всего. Это зачем? Middleware – это у нас прослойка между сервером и проектом, которая сервером смотрится как проект, да, проект как сервер. И Middleware у нас выполняется на вот этом стыке, модифицируя там что-то. Либо вот как у нас CSRF токен используется, Middleware для безопасного перехода между страницами, там, постзапросами. Остальные Middleware также используются там для... Вот, аутентификация там есть, security, соответственно, безопасность. То есть, чтобы мы на пути между проектом, сервером, безопасность там не потеряли, либо какой-то дополнительный функционал происходил. О, кстати, мой косяк, по-моему, слэш все-таки дорабатывается в Common Middleware. По-моему, так, насколько я неправильно сказал. Окей. Вопрос по собеседованию по гуглу интересно будет, конечно. Да, я думаю, что будет полезно. Ладно, здесь более-менее понятно. Давай я попробую остановить шеринг. Давай запустишь проект, покажешь, как это работает. Попробуем каким-нибудь пользователю добавить рейтинг, убавить рейтинг. Вот это вот все. Угу. Хорошо. Ставим демонстрацию экрана. Так. Значит, а, ну, проект запущен, значит, смотрим. Угу. Так, соответственно, чтобы нам пользоваться, сейчас у нас недоступно изменение рейтинга, так как мы не зашли на сайт, не аутентифицировались. Вот. Нужно зайти. К сожалению, проект давно, я уж там юзернеймов не помню. Сделаю, наверное, регистрацию нового у кого-нибудь. Это будет, скорее всего, правильно. Судя, адм у тебя, судя по всему, используете. Да, 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 да. Я не стал сильно заморачиваться. Только, может быть, попробуем поднимать. Да не вопрос, можно поднимать, конечно же. Ага, ну, тут у меня куча подсказок даже выскакивает, да, под чем можно зайти. Не, ну, здесь ты не зарегистрируешься, скорее всего, он скажет такое существование. Да, да, войти надо. То есть, отрекся от классики, нет. Нет, нет. Значит, нет. Отрекся от классики, админ, админ. Окей, ладно, хорошо. Ну, это не обязательно, я думаю, можно не заполнять. Да, да, да. Не разница. Нет, тоже не обязательно. Ага, тут уже не просто так надо что-нибудь написать такое, иначе он не пропустит, конечно же. То есть, он как-то валидирует, да? А где эти валидаторы притаились? Ну, в скидку, если не помнишь. Валидаторы можно и самому там прописать, и на уровне модели валидацию прописать, на уровне вьюхи, не помню. А те, которые сидят уже зашитые в джанге, наверное, не скажут, это уже так на скидку. Ну, а куда бы ты разместил на месте создателя джанги такие вот валидаторы? В подключениях, отключениях, в каком бы файле? Да. Интересно. А то подумать надо. Ну, хорошо, давай пока делаем, а потом подумаем. Да, может, придет в очередь. Ага, пароль повторить. Первый пароль забыл, пока набирал второй. Так бывает, ничего. Тем более, когда ничего не значащий набираешь, оно. Почту не нравится. Нравится, точно. Может, вообще грохнуть. Ну, ладно, неважно уже. Так. Зарегистрировались. Теперь войдем. Слушай, а если я хочу после регистрации, чтобы у меня сразу на страницу входа приходило, это как можно сделать? После регистрации на страницу входа. А, ну, сделать редирект просто после регистрации на входе. То есть во вьюхе, да? Да, да, да. Окей, хорошо. Так, все, вошли по пользователю. Вот. Ну, самый первый мы там. У меня здесь вот две ссылочки имеются, которые позволяют либо инкриминировать, либо декриминировать рейтинг данного пользователя. Позволяют, ну, вот, например, не нравится мне он, да, снизим ему рейтинг. Так, сразу понизился рейтинг, и все, так как я это могу сделать один раз, у меня ссылки на изменения рейтинга пропадают, чтобы нельзя было накручивать там рейтинги. А как ты это сделал без перезагрузки страницы? Или у тебя перезагружается страничка? Так, можно тут свой код глянуть? Да, давай, конечно, это самое. Это наизусть, наверное, ты не помнишь. Помню, да. Так, слушай, только единственное, что просьба большая, нужно этот код немножко побольше сделать, а то зрителям не видно будет. Ок, да, а как ты это делаешь? Control чего? Control плюс? Этим колесиком. Control колесо, отлично. Можно еще чуть-чуть? Слышишь, конечно. В PyCharm'е там просто надо галочку в одном месте поставить, чтобы он позволял это делать, и... Окей, давай, я так понимаю, во вьюхе нам надо идти. Да, 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 во вьюшку надо идти. Так, так, так. Ну, еще больше, если можно. Еще больше. А это вот, что это с этими самыми, с такими собачками, какая-то красота? Это декоратор, это декоратор. Данный декоратор позволяет использовать функцию вьюхе только зарегистрированным пользователем. Отлично, хорошо. Так вот. Вот эти редирект, да, тот самый, о котором мы с тобой говорили. Да, да, да. Реторный редирект, постпрофайл. Вот еще вопрос такой, да, вот постпрофайл, это что это вот, почему, что это за адрес такой, как он делается? Ну, это на имспейсе, который у меня прописан в URL-ках. Ну, и, соответственно, при помощи этих реверсов я и получаю доступ к темплейтам. Угу, хорошо, ладно. Так, ну вот я смотрю, здесь у тебя, а, ну, без всякой, у тебя перезагрузка все-таки есть, то есть ты редиректишься на эту же страницу и все, правильно? Да, 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 да. Ну, а выглядит как будто как не это. Окей, хорошо. Так, давай дальше какой-нибудь, теперь можно пока остановить шаринг. Давай какой-нибудь другой проект посмотрим. Угу, хорошо. Так, а теперь я буду шарить опять. С этим более-менее хорошо. Давай посмотрим, у тебя есть, например, вот интригует меня проект QR-пасс, да, то есть для пропускной системы по QR-кодам. Тут прикрутил телеграм-бота еще я вижу, да. Тоже он, я так вижу, на джанге, да? Тоже на джанге, да. Угу. Угу. Буквально там минутку предысторию рассказать, откуда, почему. Да, 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 конечно. Я увлекаюсь музыкой, играю на электрогитаре, всякие тяжелые вещи. Металюха, короче, старый. Вот, и у нас есть своя реп-база. Доступ на эту реп-базу у нас происходит через администратора на входе, который выдаёт ключи. Ну, так как у нас несколько человек, которые там занимаются, надо как-то допуск получать. Ну, сначала мы сделали такие простые жетончики пластиковые. Предъявляешь на входе, тебе ключи администратор выдаёт. Ну, я потом подумал, зачем заморачиваться, когда проще написать вот какой-то проектик, который выдаётся каждому человеку. Куар-код, он на вахте его предъявляет, вахтёр просто сканирует его, и ей в ответ приходит, можно ли выдавать, нельзя ли выдавать, либо неизвестный человек и так далее. Как вахтёр к этому отнеслось, к новшеству? Ну, так как мы там платим аренду, и часть аренды её всё-таки зарплата, ей в любом случае пришлось с этим согласиться. Наоборот, она даже отнеслась положительно, потому что до этого у неё был журнал и ручка, в которые она записывала, кто заходил. А сейчас ей ничего писать не надо, просто отсканировал, и всё. Соответственно, логи у меня уже здесь все в программе. То есть она ещё и логи хранит? Обязательно. Очень круто. Так, тогда вопросы. Смотри, в том проекте ты регистрировал приложение иначе, а здесь вот так, как лучше, как правильно. В том проекте изначально, как, наверное, как по Библии расписали, практиками у нас, да. Но потом, работая, в дальнейшем, ну, подсмотрел, увидел, как, что делать, смотрю, так оно работает. Точно сказать, как правильно, ну, не скажу, скорее всего, так, как вот в прошлом проекте, скорее, более правильно будет, чем так. Но в данный момент данный кейс тоже рабочий. Окей, ладно, хорошо. Я обратил внимание, что у тебя это уже четвёртая джанга, то есть на четвёртой версии ты делаешь. Почему ты темплейты делаешь через ОСПФ? Хотя у тебя вот здесь, например, ты уже ПФ по флипп импортировал. Тут же по-другому делится. Вот видишь, даже пример есть. Пример, слэш, субдиректория. То есть здесь вот таких танцев не надо. Почему так? Объясню просто, потому что я на данные изменения как-то не обратил внимания. Четвёртую джангу, ну, взял, думаю, сразу с ней повожусь. Если что-то у меня будет конфликтовать с более старыми знаниями, заодно я что-то подучу какой-то, ну, неправильный, наверное, подход. Лучше почитать документацию сначала, чем делать. Ну, как бы подошёл так, чтобы для определённых образовательных целей взять более новую, ну, там, воспользоваться знаниями, которые уже были. И если вдруг что-то будет конфликтовать, ну, стоит тогда в этом моменте разобраться, заодно пойму разницу и заодно пойму, как делать нужно. Окей, ладно, принимается. Так, вижу, что используешь SQLite. Почему не там MySQL? Потому что данный проект рассчитан на, скажем так, небольшое количество людей, нагруженность небольшая, у нас там посещаемость неделю, не знаю, дай бог, три человека. Вот, для этого раскатывать на большие базы, ну, смысла не вижу. Хотя, возраст с удовольствием я бы раскатал, то есть, в данном случае, этот проект у меня сейчас работает на Python & New York. То есть, он уже прям живой, его можно будет посмотреть. Да, его можно открыть будет и у тебя, там, и у меня, ну, то есть, он в открытом доступе и умеется уже. Ага, то есть, и он как-то, ну, хорошо, мы его откроем, посмотрим. Кстати, вот валидаторы. Ага. Вот валидаторы. Если их вообще отключить, то у тебя валидации не произойдет, и это очень круто. Так, ну, здесь я вижу тоже через ОС, ну, ладно. Так, с этим понятно. Давай рассказывай, что у тебя, где здесь. Здесь, кстати, почему ты не прячешь секретные ключи в переменное окружение? Прямо вот где-то оно здесь валяется. Или прячешь? Я их прячу, но просто в данном проекте, так как он не такой, не коммерческий, грубо говоря, не серьезный, сделан больше для друзей. И я посчитал, что угрозы мне не сильно что-то представляет. По-хорошему, да, через переменное окружение, это в обязательном порядке. То есть, если что-то действительно боевое, что-то действительно более коммерческое, это тут руки кверху, и прятать обязательно я тут без вопросов, конечно. Просто в данном случае я посчитал, что, ну, не сильно актуально, по крайней мере, на той итерации развития проекта, которая сейчас есть. Ура! Видишь, социальная инженерия в действии взломал твой проект. Это очень круто. Поменяй пароль, я тебе сильно рекомендую. Да потому что ADM, ADM, да? Да, я могу просто удалить, видишь, пользователей и все остальное. То есть, здесь у тебя есть пользователи, да, время входа, кто-то, кому-то запрещен это самое. Это последнее было, он получил доступ в Falsely True. Окей, а как у тебя в этом проекте генерируется новый QR-код? Или вы просто у тебя, ты вот, как это все работает? Да, вот кнопочком можешь нажать на QR, да, и увидишь QR-код этого человека, вот он. А, то есть у каждого человека есть свой личный QR-код, да? Да, совершенно верно. И он один раз генерируется, и все, да? Да, один раз генерируется. Если что-то не так, то можно спокойно удалить, пользователя создать, и он будет другой совершенно. Ну, так как коммерческой тайны это не представляет, просто расскажу, как это делается. Можешь зайти ко мне в модели. Можешь зайти ко мне в модели? В модели? Да. Подожди, на самом деле. Соврал. Вовьюху, значит, вовьюху, соврал. У тебя он генерируется вовьюхе, да? Вот он. Ну, то есть, я-то понял, откуда берется этот код. Просто этот тайм-дамп, да, из которого выкинули все слэши, двоеточие и так далее. А я думал, какую-то библиотеку завезу. Да можно было UU, как там там называется, использовать. По-хорошему, может быть, и кодировать надо MD5, но, опять-таки, на данной итерации, это вот для друзей. Есть куда двигаться, есть что улучшить, есть что спрятать и так далее. Ну, это в любом случае лучше пластмассовых жетончиков, да? Слушай, значительно лучше, но, в общем-то, можно на телефоне показывать. Слушай, а где, а каким образом вы сканируете этот QR-код? А это у администратора мы положили телефончик свой, который там на зарядочке у него лежит. Администратор может со своего телефона отсканировать без проблем абсолютно. Кстати, у тебя далеко телефон, Андрей? Нет, совершенно случайно, вот он. Вот, отлично. Ну, можешь открыть любой QR-код и отсканировать, и увидишь, какой прилетит ответ. То есть, вот этот QR я могу взять и отсканить. Да, да, тут по-хорошему сделать какие-нибудь две кнопочки, передать в Telegram, передать в WhatsApp, ну, чтобы человеку... Ну, у них нет такого смартфона, было такое, что даже распечатывали просто на листочке, да и все. Ну, у меня просто ссылка по это не ве, чек, и go to website, и доступ разрешен. Ба, очень круто. А тебе пикнуло, это значит, что... Это ко мне пришло, вот он мне пришел в Telegram. То, что я, то, что мне запросили, вернее, тебе запросили, Макс Никулин прошел на базу? Да, 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 все верно. Вот, доступ запросил Макс Никулин, вот, в скобочках его ник, да, получил доступ в какое-то время, и у меня в Telegram сообщение пришло. Крутотенежка, ладно, давай, хорошо. То есть, мы сгенерировали, а где идет проверка? То есть, вот здесь вот... Вот, давай поговорим пока про вот эту вот функцию, да, как я получаю QR-код. Я использую внешний API вот данного сайта, нашел его. Почему он мне понравился? Потому что он очень простенький, понимание сразу, что как. Вот, и он бесплатный, что самое главное. То есть, он позволяет сравнивать QR-коды и каким-то образом... Нет, нет, это я получаю QR-код, то есть, я на API данного сайта передаю информацию, которую хочу закодировать, и в ответ он мне просто ссылочку с картинкой дает с QR-кодом. Окей, хорошо. А как, вот я так вижу, это чек, да? Чек, да, это проверка у нас идет. А где у тебя эти QR-коды хранятся в базе данных где-то? Просто строчкой? Я строчкой... подожди, подожди. Нет, я каждый раз, когда нажимаем на эту кнопочку генерирования QR-кода, он обращается к сайту и каждый раз генерируется по моим данным. Ну, есть определенное такое место, если этот сайт перестанет работать, да, конечно, мне придется искать другую альтернативу. А так, каждый раз я запрашиваю QR-код. Хорошо, а как ты устроил отправку на бота? Давай хорошо поговорим. Здесь отдельный файлик, у меня там есть PIF-файл здесь же в этой директории, он называется Telegram. То есть, я логику вынес полностью сюда. Использую модуль Telegram, создаю объект бота, да, ну и, соответственно, в него при помощи токенов, чат-айди, отдаю сообщение. Вот, здесь return false true, есть еще, я их не использовал там, проект, но это на будущее, чтобы знать, отправился ли сообщение, либо нет. Где-то у тебя логируется, нет, логов я тоже не вижу. Подправка сообщений в бот, нет, у меня отправка сообщений в бот не логируется. У меня логи в отдельном, как бы базово сохраняются, из базы потом достаю, смотрю. Вот, и потом я в объюхе подключаю данный Telegram. В самом верху, да, у нас подключено. Да, из Telegram подключаю функцию send message. И когда происходит чек, ну, проверка у нас, давай дойдем до вьюшки, чек, где у нас, вот она. Все вижу, да. Да, и мы что делаем? Здесь генерируем сообщение, вот 98-я строка. Ну, и, соответственно, ниже отправляем данное сообщение. И, соответственно, если доступ есть или доступ, соответственно, нет. Да, соответственно, вот, если нет доступа, то мы выдаем template.bat.qr. Он подается. Либо у нас такого человека нету в базе, не зарегистрирован, либо какой-то левый контрольный код мы посылаем, он туда выдает нам, что, извините, такого нет, гоните его отсюда, доступа у него нет. Ну, вот как-то так. Ну, а это вот логи. Я вижу это посмотреть, логи, да? Да, это вот то, что ты открывал, лог там посещения, что показывает, кто был. То есть помимо телеграммчика полистать у себя, ну, телеграммчик я настроил так, что только ко мне приходят сообщения, так как я там на этой базе самый главный. Но без проблем могу расширить функционал, чтобы каждому… А, сейчас расскажу логику, которая у меня. Можно сделать через админку пользователя, который будет заведовать своими посетителями. И так как здесь полностью все распределено и сортируется по вот этому, по мастеру, ну, там вот в конце есть, да, этот человек видит только логик тех людей, которых сам забивал в базу, чужих он не увидит. То есть на будущее можно масштабироваться, запустить это где-то на сайте и могут пользоваться, грубо говоря, неограниченное количество пользователей, этим при этом не пересекаясь, работают только со своими. Ну, круто. Ладно, спасибо. Мне более-менее понятно. Катя, возвращайся. От тебя на этом техническую часть я бы сказал, что можно завершить собеседование. Катя, тебе слово. Твой любимый вопрос. Да, хочется продолжить сразу. Организационные моменты в обсуждении. И первое, что хочу уточнить, Максим, какие вопросы есть к нам? Да, первый вопрос у меня – это насколько трудоустройство белое. Потому что, ну, скажем так, я льготный стаж отработал, у меня уже в кармане он есть, и мне надо общий стаж. Да, в любом случае я за этим слежу. То есть, чтобы официально стаж шел. Насколько белое оформление? Ну, с твоей стороны, мы предлагаем разные варианты оформления, как, в принципе, это распространено на рынке. Это может быть самозанятость, ИП, либо трудовой договор, но с определенными условиями испытательного срока, конечно же. Это можно будет обсудить уже индивидуально после принятого решения. Какие-то еще есть вопросы? Вопросы, опять-таки, по поводу релокации и так далее. Это подразумевается все-таки удаленка, но я так понимаю, что Джуну начинать желательно, конечно, с офиса, чтобы иметь комьюнити вокруг себя, чтобы более впитывать дух, более впитывать продукт, который делает компания. Как-то есть небольшая помощь с релокацией куда-то, где-то, грубо говоря, небольшая компенсация какой-нибудь жилья, комнаты, где-то на время стажировки и на время вот такого. Смотри, я понимаю твой вопрос. В данном случае мы говорим про переезд в другой город, правильно? Не совсем релокация. А, ну да, 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 про другой город. У нашей компании такая политика. То есть, мы помогаем с переездами, но только тем, кто работал в компании уже более полугода. Соответственно, для этого нужно иметь определенную базу сотрудничества с компанией, чтобы получить дополнительный бонус. Со старта вообще трудоустройства в компанию не предполагается компенсация за жилье. Все, чем компания в данном случае может помогать, это полная организация рабочего времени на удаленке. Исходя из того, что ты рассказывал в предыдущей части собеседования, я так понимаю, что для тебя тайм-менеджмент и самоорганизация – это не проблема. Абсолютно, да. Я, к тому же, какое-то время работал тайм-менеджером все-таки, инженером по организации нормирования труда. Да, здорово. Это все вопросы или что-то еще хочется? Ну, и, соответственно, как у нас, любимый финансовый вопрос, да. Можете подсказать вашу вилочку для начинающего? Ну, здесь нужно будет отталкиваться от твоих ожиданий. Какие твои ожидания? Комфортные у меня ожидания. Конечно, лучше бы в HR полностью это выпытать, но мои личные ожидания – это где-то 60+, ну, а там уже думать. Да, это входит в допустимый размер бюджета на данную позицию, поэтому мы можем уговаривать это. В течение первых трех месяцев, как правило, проходит параллельно с отстательным сроком оценка первых результатов, и по окончании с отстательного срока можно будет более конкретно проговорить перспективы роста оплаты труда в соответствии с теми функциями, которые ты готов на себя взять, и какие результаты будут показаны. Хорошо. То есть основные моменты мы проговорили, да? Да, да, да. С той стороны у меня тоже как бы вопросов нет, поэтому можем завершать. Да, спасибо. Ну, что, теперь фидбэк, да? Ну, знаешь, я бы взял тебя на работу, то есть как бы код не без косяков. Мне очень понравился вот этот вот проект по решению конкретной задачи. Мне понравилось, что ты не просто там каким-то, вот знаешь, следуешь каким-то инструкциям, еще что-то, а реально накопал, сделал. Может быть, есть замечания по самому коду, вот, но то, что есть самоходность и готовность применять знания именно для прикладных каких-то задач своих, это прям очень круто. Поэтому я бы сказал, что оффер я бы порекомендовал дать, то есть как бы посмотрел на испытательном сроке. Вполне возможно, кроме этого, поговорили еще бы там про питончик, еще про что-нибудь там по мелочам, но это уже такое, знаешь, уже такой собес дополнительный. Может быть, тестовое задание бы тебе дал. Если с тестовым бы прям справился, то все окей. Спасибо. Со своей стороны скажу, что, в принципе, то, что ты написал в резюме по поводу своих качеств, хотя оно там описано без контекста, да, и сравнить, собственно, с реалиями нельзя, но оно подтверждается, да. У меня были вопросы, мои 10 минут мне не хватает, чтобы выпадать у тебя все-все-все, чтобы мне хотелось, но у меня были вопросы к обучаемости, да, потому что человек, который долгое время находится на одном месте и потом пишет про обучаемость, немножко возникает диссонанс. Но, однако, ты очень хорошо это подтвердила, действительно подтвердила словами и делом, поэтому внушает определенное доверие. Также импонирует открытость, коммуникабельность, легкость показать максимально свой какой-то опыт. Это очень здорово. Единственное, что в моментах, конечно, самого собеседования, в тот вот краткий период времени, который мне отведен Андреем на свои софтовые вопросы, мне не хватает твоих более полных ответов, да. То есть, когда я спрашивала про ошибку, я, конечно же, предполагала, что ты мне расскажешь, что человек на ошибке учится, да, использует какой-то этот опыт в последующем и старается их не применять. То есть, то, что мы их исправляем, мы, понятно, стараемся, где можем, где найдем. То есть, здесь можно просто транслировать чуть больше. У тебя действительно есть это, да, то есть ты уже показала на проектах, я, кстати, внимательно с интересом слушала проекты, для меня это в данном собеседовании был не эльфийский, а скорее жизненный, мне было интересно послушать. И я очень много увидела подтверждение твоих софтовых качеств, которые, к сожалению, не смогла раскрыть в первой части из-за того, что вот каждый вопрос мне где-то приходилось чуть больше вытягивать. Вот. А в целом, да, импонирует, еще раз говорю, готовность пробовать, ошибаться, испытывать, интересоваться самому, и готовность, да, использовать этот опыт на практике, обучаться самому на своих же задачках. Поэтому очень здорово. Спасибо. Так что думаю, что я жду тебя на канале, когда ты будешь рассказывать про свой опыт смены работы. Как бы сказать, шансы я оцениваю как высокие. Если ты тем более будешь общаться с человеком, который будет интервью про проекты, прям будет хорошо. Хорошо. Рекомендую предлагать предложение сразу сказать, давайте я про проекты вам расскажу, и нормально можно прямо вот поговорить вот так. Жалко, Андрей, что пролетела вот эта собеседность такая. Когда перешли на второй проект, который у меня более свежий был, так это полегче стало, легче говорить стало. И я бы с удовольствием, конечно, послушал бы твои задачки и по питону пройти бы. Ну, как бы, погоди, может быть, тебя еще и пригласим. Вторая версия? Ну, на второй собеседность, если тебе вот это интересно. Я просто не знаю, как у нас там устроено. Вот. Ну ладно. На этом, наверное, запись предлагаю закончить и неформально еще пообщаться. Все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Макс, прям я потрясен. Классный проект. Ну, может быть, имеет смысл даже ссылочку прицепить людям. Я думаю, что она зайдет, будет удобно, уютно. Может быть, кто-то нафоркает и сделает немножко улучшит, какой-то улучшит, переработает, предложит. То есть, сможешь быть таким специально обученным человеком, у которого есть свой целый аутсорсинг, но как такой проектик интересный. Ладненько. Пока-пока. Пока.